Наше кругосветное путешествие продолжится в Германии. Она включает в себя 46 уникальных мест. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой канал. А сегодня мы перенесемся к памятным местам Лютера в городах Айслебен и Виттенберг. Памятные места Мартина Лютера, уютно расположившиеся на улочках Айслебена и Виттенберга, до сих пор способны передать атмосферу грандиозных перемен, начавшихся в Европе свыше 500 лет тому назад, когда вспыхнуло яркое пламя реформации, тем самым дав старт эпохи нового времени. Именно в этих двух немецких городах Мартин Лютер провел большую часть жизни, создавая свои великие труды и посвящая в них всех заинтересованных. Город Айслебен известен тем, что именно здесь, ноябрьским утром 1483 года, Мартин Лютер появился на свет, а спустя 62 года, февральскую ночь 1546 года, покончил с собой. Ныне оба дома, послужившие отправным и конечным пунктами в жизни, столь значимой для мировой истории фигуры, являются старейшими музеями Германии. Сегодня в Виттенберге захоронены останки Лютера, который с 1511 года постоянно проживал и трудился в одном из местных августинских монастырей. Впоследствии данный монастырь перешел в собственность реформатора, который поселился в нем со своей супругой. Об этом свидетельствует крупнейший в мире музей истории реформации, размещающийся в стенах того самого монастыря. Большое значение имеет замковая церковь, к дверям северного входа которой в начале 16 века Лютер приколотил табличку со своими 95 тезисами, перевернувшими христианский мир. Впоследствии здесь и были погребены останки самого Лютера и верного последователя гуманиста Филиппа Меланхтона, который до конца жизни верил в учения своего друга. Города Ислебен и Виттенгер находятся между Берлином и Лейпцигом. Добраться до них можно на поезде. Чтобы с комфортом посетить все памятные места Лютера, целесообразно арендовать автомобиль. Список всех памятных мест Лютера будет представлен в описании к ролику.